Привет, ребят! Некоторое время назад мне написало несколько человек с вопросом о том, какие бы группы я бы рекомендовал послушать или, быть может, какие-то группы были упущены. И вот ответом на эти вопросы является вот этот топ, который, быть может, кто-то упустил или, знаете, там, был в одной тусовке и не слушал в другой тусовке. Я решил его написать. В этом топе нет ограничений, типа, как рок, панк, хардкор, там. Что такого? Я взял все объемлюще, как широко, как вот, мне кажется. Это список из разных групп, возможно, вы даже можете знать их все. Эти группы будут вам интересны и можно их это будет обсудить. Так что, погнали! Начать, пожалуй, хочу с одной из самых больших легенд русского андеграундного хип-хопа. Это Бабангидо. Злодей русского рэпа, который вот такой прям антигерой. Ну, как он хочет сказать. На самом деле, он супергерой за очистку рэпа от пафоса, вот всех этих денег, блинков и прочего. Творчество в чистом его виде. Теперь все оплачено и вообще я против наркотиков, как депутат Ройзман. Недавно я нашел на ютюбе, знаете, часовую подборку его лучших треков. Это одно из лучших того, что можно слушать. Просто никак не подводит тебя, ты слушаешь, у тебя хорошее настроение. На самом деле, достаточно депрессивная вещь. Он читает и об очень ум... ну, очень таких взрослых вещах. Просто приведу вам пример. Одна из его крутейших строк, как мне кажется, это... он говорит, что... «Моя тень, мой лучший друг». Мне кажется, это очень много говорит об авторе. Что будет, если взять маленькую русскую группу, которая играет не хуже всяких этих заморских хедлайнеров? Здесь расположили сразу три группы. Я объясню, почему. Потому что у этих групп схожая судьба и схожая музыка даже. Это «Equal Mind Theory», «Lifecut Review» и группа «Правда». Музыка, которая интересна. Группа, которая существует недолго. И у которой мало публики, но у которой, распавшись, оставили свой след на песке и стали ленингарными. Эти группы выступали настолько круто, что для меня реально загадка, почему этим группам и чего им не хватило, чтобы обрести свою публику. Вы представьте, что стена звука несется со сцены на вас и просто сносит вас. В тот редкий случай, когда группы били вас в лицо кулаком таким, типа «на вот». Это забытое ощущение, когда именно музыка тебя атаковала, и ты боролся с ней. Всегда это было очень качественно и хорошо. Это были хорошие, сильные коллективы. Каждые два года концертная публика обновляется. И вот бывают такие периоды, когда это чуть дольше затягивается. Либо как кризис, либо наплыв американских, ну и зарубежных групп, когда их много начало приезжать постоянно. Русские группы перестали собирать концерты, потому что кто хочет идти на концерт из трех русских групп, если можно пойти на какую-нибудь одну зарубежную группу. Может быть, им и этого не хватило. Рад, что я был на концертах этой группы, я могу сказать, что, например, и Кумаст Теории, и та же самая «Правда», и «Лайф Кат Ревью». Эта группа были с зажигалки такие. Я очень жалею о том, что ни одной из этих групп сейчас не существует, и они не выступают. Есть такая теория, что если запихнуть обезьяну в комнату и оставить окно и дверь, то она найдет третий выход. И это вот как раз про эту группу. Интеллектуальный хип-хоп такой, давайте назовем, он местами такой простецкий, про жизнь, про маму, про какие-то переживания, как, знаете, как на теплотрассе чуваки сидели. Льдами сковано, Карское море, я живу только сказками о подвигах старых героев, твердых, как углеродистая сталь. Ребро, ладони, лба, обозревают туманную дальность, экипаж идет никуда. Хип-хоп о том, как ты стоишь ногами на земле и смотришь ты на звезды. Хип-хоп такое настроение, и когда ты смотришь на мир, как вот глаза, ты вроде бы взрослый уже, и какие-то вещи с тобой произошли, но все еще у тебя сохранился вот этот детский взгляд, и ты смотришь на мир глазами ребенка. Бой души, я два полюса, две стихи, северный и южный, на поле бранит. Знаете, вот такой пример, как вот есть текст у них, что они сдырили по телеку Арнольда, когда у них за дверью люди торговали героином. Это вот как раз вот об этом, а в воспоминаниях и ностальгии нет вот, знаете, как рифмы ради рифмы, сложность ради сложности. Царство красивого равнодушия, так называю нашу с тобой души, я два полюса, две стихи, северный и южный. Я вот крайне рекомендую послушать вам это, одно из самых интересных хип-хоп коллективов. Там без каждого из них это что-то не работает, когда вот они все вместе, там Труман, Эль Бинто, Миша Джет, Русик, там, Радик, и все эти чуваки собираются, это прям отлично слушается. Тяжело быть первым в нашей стране и что-то начинать и двигать. Знаете, как бы есть вот музыканты, которые появились не совсем в свое время. А Тарикс, Серега, для меня это Сергей, один из таких музыкантов, который появился в 99-м году. Он писал музык, которая на тот момент была не самая популярная в России, он занимался брэйк-кором. У него альбом даже есть релиз, который вышел в Японию. Понимаете, насколько люди даже в другой стране заценили и сделали релиз. И вот Тарикс был одним из тех музыкантов, который был чуть ли не самым первым, когда он двигал целую тусовку, целую культуру вперед. Послушайте брэйк-кор, это не вот этот модный драм-н-бас был, а именно такой андеграунд в чистом виде, когда 3000 человек приходило на концерты. Представьте бомбоубежище какое-нибудь, и вот там вот были такие выступления. И были выступления с Аликом Эмпайром, которого вы можете знать там. Это все было очень круто. И также есть второй человек из Питера, это Totally Normal. Ну, для меня это роман. Рома это тот человек, который помог мне осознать, и я с ним постигал азы звукосведения. Он делает музыку ради музыки, то есть у него он шел на шоу ради шоу. Иногда даже не заявлялся как Totally Normal, да? То есть он откидывал это, он выступал часто в маске. Он хотел именно, чтобы именно оценивали его музыку, как многие делали в Англии, там, в UK гараже. Просто откидываешь всю вот эту шелуху с личностью, с именем, да, все вот это главное. Ты откидываешь и выступаешь просто, чтобы люди могли послушать именно музыку. То есть музыка ради музыки, не ради заработка или еще чего-то такого. Послушать их музыку, ну, предупреждая достаточно агрессивно, и, возможно, самое то, чтобы на велике покататься. Как однажды сказал мой друг, тупая группа, но послушать можно. На развалинах панк-коллектива такого, как Тилай Дай, легендарной достаточно группы в узких кругах, на самом деле так, в хардкор-тусовке появилась группа, образовалась группа из нескольких людей, и зародилась вот такая группа, как Доти Денджера, то есть такой серф-панк-рок. Их первый альбом, как только он вышел, я прослушал его, не знаю, он два месяца просто тупо не вылезал у меня с плейера, я ходил и каждый день его слушал. Павел Мрачек, я считаю, одним из самых сильных циклевиков, потому что человек реально видно, что загоняется тем, чтобы сказать важную мысль, сказать ее достаточно и просто, и в то же время очень умно. Просто представьте, что вы слышите, когда вы начинаете слушать песню, вы слышите, как топа молчит, потому что слышит, как ревет кованый бык. Интересная квинтисенция умного человека с умными мыслями, с очень хорошей поэзией и очень крутыми музыкантами, которые очень круто играют музыку. На самом деле, мне кажется, они друг без друга бы не работали, потому что у них очень интересная музыка, такая достаточно нераспространенная в нашей стране, я достаточно мало групп таких знаю. Эту музыку хочется, ну как это, не хочется слушать, а именно интересно рассматривать. Она вместе работает именно с вокалом Мрачека и с его текстами, то есть Мрачек отдельно от них, мне кажется, я бы не смог его воспринимать. Знаете, когда все срастается и все работает, как очень сильная группа. Внутри каждой тусовки есть группы, такие, знаешь, как их называют, группы барометра, которые реагируют на изменения в тусовке, и они как бы, вектор движения идет куда-то не туда, а они поют об этом или как-то этого смеивают. Супер серьезно, с супер загонами, с супер идеями. Две эти группы как бы выступали, были двигателями такого движения, как футнудбомс, это движение о том, чтобы раздавать еду бездомным. Их загон был не в том, чтобы просто раздавать еду, а еще и вегетарианскую еду или веганую еду, это должно быть обязательно. И периодически они делали эти акции и делают до сих пор сбор денег, они устраивали у себя на концертах, либо на свои деньги покупали еду и кормили бездомных. То есть, по мне, это крутые акции. Здесь главное не музыка, здесь главное во всем этом посыл. Все тексты группы, это о том, чтобы быть личностью и развиваться как личность, и никогда не забывать о других. Каждая группа из этих, это как бы, знаете, как шанс не встретить пустоту, как не остаться в пустоте. И что есть, у тебя есть саратики, благодаря которым ты можешь делать какие-то определенные действия. Каждый их загон, там типа не общаться с человеком, который общается с фашистами, не общаться с мясоедами иногда. Вам кажется это смешным? Но именно это делают эти группы, там, вот такими интересными. Именно их музыка, именно, может быть, их вот эта закрытость. Внутри своей тузовки они находили, своего врага. Все равно умудрились сделать очень крутую музыку и записать очень крутые альбомы, альбом Машака. Послушайте песню о праксе, например. Я считаю, это очень сильные группы, с очень хорошими текстами и очень хорошие идеи. Но их внутренние политики, внутренние загоны, мне кажется, помешали им стать чем-то большим и добиться большего. Ну и поэтому они сейчас не существуют. Ну, рикошет существует, но выступать раз в год – это раз в существовании для группы. Сдавайте, молодец! Группа – огромное исключение из всего этого списка. Это группа, которая веселье, группа прикол, группа легенда вспыхнула и исчезла. Группа, которая дала просраться любому из вас на концерте. Про что они говорят, послушайте, вот, приложу реально к видео одной их песне, чтобы вы все поняли, это вот, песня называется «Мой день». Эти две группы объединяют личность одного человека, вокалиста Саши Гисина. Когда я первый раз увидел «Дилемму», это был такой просто металл-апокалипсис. Сказал, что вот камни падают с неба. Выступление прям было безумным вечером, мне очень понравилось, я очень хорошо помню, запомнил. Достаточно очень сильный альбом был. Группа была очень крутой, ну, сама по себе. А потом группа развалилась, как это свойственно всем молодым и хаткор-группам разваливаться. Записали альбом, и хватит, да, там, типа, все сказали. В дальнейшем логичным, логичным развитием дилеммы произошло «Кудомейн». Я считаю, это очень тоже была крутая группа, но, видимо, внутренние противоречия, там, какие-то и проблемы со составом. Очень много репетиций и мало концертов. Группа просуществовала, там, один сезон, вот этот концерт, да, такой вот цикл. А сама группа по себе была очень крутой. Я вот рекомендую вам эти две группы послушать. Не только из-за любви к Александру Гисину, да, человеку большого таланта. Это львина доля, которую он, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, как я считаю, он не раскрыл. И мог бы раскрыть себя гораздо сильнее шикарные два альбома «Дилеммы» и «Кудомейн». Когда в 2007 году нашу Русь-матушку захватила эмо-волна, появились вот эти группы, которые разрывали сцену. Ну, вся эта группа из Питера, да, это вот эта питерская волна, которая накатила на нас всех. И если Мария Борчозна была такая более бодрая группа, близкая, ближе к металлу и такими заумными текстами, на них очень сильно повлияла группа такая, как Converse и там Norma Jean, наверное. Вот так они выступали. Достаточно петь «Food Day» и «Helgo» объединяет одно, это их вокалист Михаил, человек, который не умеет петь. Ну, он умеет там кричать, рычать, там, что угодно делать, но петь этот человек не умеет. И достаточно просто послушать их первое демо, где вы просто услышите «Нас обманули!» Это просто такая грязь. А потом группа, все, каждая из этих групп, приняла неверное решение. К моему великому сожалению, ну, «Satch Beautiful Day» ударились в какую-то ерунду и стали неинтересны, и пропали. Группа «Helgo» так и не выбрившая своего андеграундного статуса. А «Мария Аборт Челзна» просуществовала некоторое количество времени, выпустила пару альбомов и видеоклип, которые вы можете послушать и посмотреть. Хорошая группа, прям такая христианская заставка такая. «Мария, выбравшая аборт. Не было бы Иисуса». Номер 3. «30 дней февраля». Это, опять же, группа «Эмо Волны», на которой, наслушавшись «Every Time I Die» и «Норма Джин», чуваки из «Обоминая его патрунти» решили собрать свою группу. Нашли Стаса и еще одного чувака. У них была своя группа «За гранью». И вот из такого микса, где чуваки, одни играли, в другой группе человек поет, образовали группу «30 дней февраля». Группа, которая завоевала сердца людей тем, что были резкие, ломанные ритмы, быстрые гитары. Если бы они не так много делали бы среднетемповых песен с нытьем. Но когда у вас сильный, хороший вокалист, достаточно сложно отказать себе в том, чтобы использовать его данные, когда он поет. Здесь все мы вместе не ждать. Только тогда смерть мне, только тогда смерть мне. Поэтому группа «Загналася» и много среднетемповых песен. На концерте вы могли бы, если бы увидели эту группу вживую, сейчас, к сожалению, уже не может. Вы бы видели, когда играет «Глаз Бью», там очень крутой момент, все прям рок-рок-рок. Вокалист стоит и танцует, и трясет с жопой, как подлимба. Это очень смешно. Группа, причем, вся вместе очень круто смотрелась, поэтому я вам рекомендую обратить внимание и на их EP «Твоя сестра Саша». Это очень здоровая, сильная пластинка, которой, знаете, не стыдно дать чувакам на Западе послушать. Правда, они скажут, что это похоже на норму Джин или вертай май дай. Целостная, сильная работа. Я и сейчас могу переслушать и рекомендую вам. Почему, опять же, две группы, я не смог решить, какую из этих групп взять, потому что у этих групп схожая идея. Они играли мелодичный рок такой, достаточно взрослый. У них очень были сильные вокалисты-текстовики. Очень качественный гитарный прогресс, знаете, такая мелодичность. С мамой едешь в машине, или маме дать послушать можно, или там девушку позвать. Вот на такой концерт было приятно позвать. Например, Сергей Великанов, вокалист группы «Радио Камбожи», прекрасно мило пел, это хорошо слушалось. Приходя на эти концерты, вы ощущали вот такой праздник, вот это чистой воды рок-музыка для девочек. Но не такая слащавая, да, а мужская добрая музыка. Я вам рекомендую послушать «Those Days», вышел несколько клипов. У них даже, кстати, есть совместный записанный EP, который вы можете послушать, и я думаю, вам понравится. Вы удивитесь, для кого это станет сюрпризом, а для кого это нет, но это группа «Бреквор». Это одна из моих самых любимых групп, группа, которую я всегда рекомендую всем послушать. Группа, которая помогла мне пережить разрыв в отношениях. Такое было, знаете, тяжелое расставание. Слушаешь «Желание», «Пять коней». Прямо вот, знаете, когда тебя за волосы берут, вынимают из того болота, в котором ты был. Вот эта группа «Бреквор». У меня на канале есть интервью с ними, вы можете посмотреть. И заодно узнать о моем проекте «В поисках титанов». Это группа, которая несколько раз теряла свою публику из-за каких-то передрязок. Группа, которая, я считаю, одной из самых лучших русских групп. Один раз потерять публику и обрести ее, это достаточно сложно. Два раза потерять публику и заново вернуть ее доверие. Любовь, мне кажется, не каждая группа способна не опустить руки и работать. И мне кажется, с группой плохую шутку сыграла смена вокалистов. Быть может, Роман не умел петь, знаете, чистым вокалом. То, как Роман вел себя на сцене и то, как Роман заводил толпу. Представьте, что вы выпустили зверем просто из клетки, и он начинает мотаться по сцене. Там такая была бешеная энергетика. Если вы посмотрите хоть один концерт «Бреквор», вы увидите это. И знаете, как публика отвечала, Роман давал публике, и публика давала ему в ответ эту любовь. И поэтому, когда они сменили вокалиста, вся эта магия просто, знаете, как исчезла. И мне очень жаль, что так произошло. И я считаю, что потеря такой группы для нас – это большая проблема. На самом деле, любая из этих групп в моем топе сейчас бы могла бы быть и, может быть, уже является живой легендой. И могли бы выступать в больших залах, но что-то у них пошло не так. Большинство из них, к сожалению, уже сейчас не существует. Либо существует на голом энтузиазме и любви самих этих музыкантов. Поэтому мне жаль, что их нету. Это был мой топ-12 групп, которые я рекомендую нового всем послушать. Спасибо, что смотрели. Делитесь своим там топом. Пишите о своей группе, которую вы бы добавили. С вами был Александр Вавш. Пока.